18 октября в Ташкенте открылся первый российско-узбекский образовательный форум «Новые кадры для новой экономики». С визитом в столицу Узбекистана прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Он провел переговоры с главой Узбекистана Шавката Мирзиёевым. Форум проходит под председательством глав двух государств Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. В работе форума участие принимает президент Атарстана Рустам Миниханов. Среди участников представителей 140 высших учебных заведений двух стран. На форум прибыл ректор Ильшат Гафуров с делегацией Казанского федерального университета. В рамках встречи предполагается подписание меморандума, дающего российским и узбекским ученым право пользоваться инфраструктурой университетов-партнеров. Месяц назад, в сентябре, ректор Кафуль Шад Гафуров уже посещал Узбекистан. Результатом встречи стало открытие Ташкентского офиса Казанского федерального университета и подписание соглашения с университетами Узбекистана. Последние годы России и Узбекистан активно сотрудничают, что отражается на росте научного и академического сотрудничества. А 17 октября 2018 года ректор Казанского федерального университета принял участие в обсуждении концепции базовой модели компетенций цифровой экономики. Беседа проходила в Москве на площадке Российской академии образования. Участие ректора Кафуль Шад Гафурова в этой встрече было не случайно. В 2016 году он получил звание члена корреспондента Российской академии образования. Это признание связано с успехами Казанского федерального университета. КФУ признан крупным международным научным центром, в частности в области педагогического образования. Это доказывают недавно опубликованные результаты предметных рейтингов британского издания Times High Education, где Казанский университет занял лидирующее положение в направлении образования в России и вошел в категорию 101-125 лучших вузов мира. Анна Глазунова, Универньюз.